Складывает из цены закупки. Компании, которые занимаются реализацией масок, они их приобретают у производителей. Производители Саратовской области и в городе Саратове, и в Энгизе, и в районах они отшивают маски по цене от 20 рублей и выше. Самый ходовой, скажем так, ценник на эту продукцию, который распространен, это 30 рублей отпускная цена. Но это не медицинские маски, это маски защитные и марлевые повязки. Значит, в торговую сеть сегодня поступила вторая партия масок, которые поступили на основании решений федерального штаба и по линии Минкомторга. Вот предприятие эти маски приобрело и сегодня реализует их в магазине, их здесь в достаточном количестве, по цене 40 рублей. А вот то, что люди возмущаются такой сумме вот этих масок, вы, наверное, слышали, да, эту информацию? Что можно людям сказать? Ну, к сожалению, цена такая, как есть, другого я ничего сказать не могу. А сколько всего масок поступило у нас, выходит? У нас, получается, в конце прошлой недели поступило 130 тысяч масок, сегодня поступило 100 тысяч масок, и еще 900 тысяч 600 поступит в ближайшее время. Есть ли такая возможность того, что цена вырастет в итоге? Я не думаю, что цена вырастет, потому что закупка, которую делали по линии Минкомторга, она идет как бы одним лотом. В случае, если жители заметили большую надбавку, там, 100 рублей за маску, за подобную, куда им обращаться? Нужно обращаться в пулцентр, который создан по решению губернатора Саратовской области Валерия Васильевича Радаева и Министерства промышленности. Мы будем все эти случаи пресекать, потому что нельзя спекулировать на стоимости такого необходимого товара в настоящее время. Кроме того, мы активно сотрудничаем с ПАС России. Вот, и ПАС России проверяет весь порядок ценообразования, который применяется как в торговых сетях, так и в малых магазинах. Какие сейчас у нас предприятия вообще маски шьют? Вы знаете, у нас в области выпускают маски на сегодняшний день уже 30 предприятий, которые расположены в различных муниципальных районах, в городе Саратове, в городе Энгельсе. И суточная норма выпуска на сегодняшний день составляет порядка 65 тысяч, но уже в пятницу мы перешагнем рубеж в 100 тысяч, потому что по соглашению одной из компаний отгружают маски раз в два дня, и вот она получает первую партию 40 тысяч масок в пятницу. И по антисептикам, у нас они изготавливаются, делаются? Да, по антисептикам у нас в Саратовской области есть ряд предприятий, которые антисептики выпускают. Мы сейчас были в сети, проблем с антисептиками не было видно. Есть и увлажняющие салфетки, и спиртовые салфетки, и средства для... где средства, скажем так, и для рук, и для быта. Еще раз, магазины где можно приобрести? Я не скажу вам название магазинов, дабы не рекламировать никого. Все магазины, в которых реализуются данные виды товаров, они находятся в городе Саратове, в распространенной торговой сети. Граждане об этом знают. Частный бизнес, он подстраивается, скажем так, под особенности продаж. И на магазинах висят объявления, что маски тут, маски у нас, приходите за масками. Ну, в общем, это магазины удобные. Магазины удобные и в центральных районах, и на окраинах города. Маски есть. Большое спасибо. Вам спасибо большое.